Спасибо, что вы пришли. Сразу же попрошу чуть-чуть добавить мой микрофончик, потому что гитара будет меня забивать. Вот, спасибо, так немножко получше. Я несколько трясен тем, что так много народу, потому что есть сезон уже, лето, хорошая погода. И обычно вообще сейчас концерты уже не идут и прекращают до осенних времен. У нас с вами как бы заключительный аккорд. Тем более мне очень резко, что народ пришел и этот последний предлетний или летний вечер мы проведем вместе. Значит, у меня сразу вопрос. Кто здесь сегодня, именно здесь со мной встречается впервые? Не вообще, а здесь. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, а тут порядочно. Так, что-то есть, да. Ну, примерно, тряска. Да, и просто я тогда еще раз скажу, чем отличаются встречи в гнезде глухаря, которые имеют уникальное вообще значение. Это единственное кафе, во всяком случае в России, не знаю как, в мире, которое пользуется огромным рейтингом, потому что у него там и Жвадецкий, и Губерман, и Дуров, и вообще все актеры. То есть это стал таким центральным клубом общения нашей творческой элиты и писателей, и танцев. Вот, там Даша Гурович, и кто-то еще. И пользуется огромный пугай. Все попытки повторить это кафе в Москве, в других городах, в моем родном Питере, ни черта не дают. Правда я говорю, да? Ничего аналогичного в России. Они все начинают говорить, вот мы сейчас сделаем, и прогорают через два-три месяца. А это вот пользуется огромной популярностью. Вот, значит, чем отличаются общения здесь от общения в других местах? Сейчас скажу, только сначала, чтобы долго не разговаривать, запоем песенку, потому что не холодно. Я еще молодой, никто не верит, что у меня были волосы. Может, посмотрите книгу о воспоминаниях или фильм, который задается одна в те же дневы. Первая там, восемь серий. На девятой уже волос нет. Тихо по веткам, шуршит снегопад, Сучья трещина в небе. В эти часы, когда все еще спят, Что вспоминает земля? Первого далекого прозим, Давние письма домой. На свете чехолочных солнцем Быстро сменяется возник. В долгой полярной зимой Снег, 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 снег. Снег над палаткой кружится, Вот и кончается наш праздник ночлег. Снег, 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 Снег тихо от утра ложится, А вот передам замерзающих рек Снег, снег, снег. Над Петроградской водой стороной Бьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездной озорной, Пляжа не кушает коленок. Ровно с задумчивой днией, Господь их светлый брять, И над бульварами линии, По Ленградскому сними, Вечер спустился опять Снег, 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 снег. Долго ли сердце поет с берегом, Ветер поет на пути, Через туманы порезу кругу, Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если скрустнется, Наши постоянные капли, А лепешком, как придется, Песня к тебе доберется, Даже в неледные дни. Снег, 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 Снег над дайвою кружится, Вьюга заносит следы нашей столе. Снег, 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 Снег над дайвою кружится, Занятый солнцем в азарьный пирог, Заводим в праздник. Спасибо. Напоминаю правила игры здесь. Здесь практически обычно есть то, чего никогда нигде нет, А именно концерт по заявкам. Вот здесь корзиночки для записок, Никогда не составляю программу концертов наперед, И всегда полываю по запискам, по вопросам, Потому что получается разговор, самое интересное. И ни один вечер не похож на другой, Созятый вопрос, записок, И поэтому тут у вас такой открытый рень. Тем более, что стоящие отменяске ученицы, Чего не знают, способны играть любые. Это, видимо, шахарская шутерная. Вот, надеюсь, что это не это самое. Вот. А, да. Ну, Слева от меня стоит руководитель Центра авторской песни в Москве, Александр Николаевич Констрамин, Который помогает мне играть в деталки. Прежде чем все они песни, тем дойным в том, что и не написано. Ему все равно, вот я начинаю петь, У нас сейчас с ним подготовлен новый дикт, Кстати, только что в Питере сделали, Второй раз сделали... Пересвели, да. Пересвели, потому что плохое было предсказание. И этот диск, значит, даст Бог, Он получит где-то в течение ближайших пары месяцев. Так вот, прошу писать записки, В меру наших слабых сил Мы выполняем эти заявки, И, как правило, всегда число заявок Два раза превышает возможности двухчасового концерта. Вот. Но на следующий раз ничего не остается. Знаете, это как в юности. Если девушка говорит не сейчас, а в следующий раз, Помни, что следующего раза не будет. Делать надо только сейчас. Вообще, отполный, так, очередно, слием из себя. Вот. Отложенное все пропадает. Поэтому берем записки. Что касается меня, то в последнее время Мне все чаще напоминают, Действительно, у меня неприлично большой возраст. Понимаете? Я вспоминаю, как в Германии, Еще год-три назад, В русском доме, на концерте, В Берлине, Продавали мне за билеты, Я сказал, он жал, начало концерта, В нашу школу. Человек говорит, что у вас сегодня? У нас сегодня городницкий. Он рассертил, сказал, не влите, Он давно умер и ушел. Чем меня, совершенно, так сказать, поразил. Но, значит, да. Ну, я уже рассказывал про эту, Что вот песня «Снег» Несколько лет назад, Записка в Питере. Как? Неужели вы эту песню? Это не может быть. Я ее пел еще в детском саду. Я думал, что вы давно умерли. И как-то мне уже неловко, Тем более, что В Казани, Три месяца назад на концерте Такая записка. Уважаемый Александр Моисеевич, Не кажется ли вам, Что нынешняя авторская песня Окончательно выразилась? Поют под минус, Поют под плюс, Вместо сяков какие-то пошлые, Цитирую точно, Попсовые тексты. И дальше приписка. Такое счастье, Что до этого не должен. Вообще. Конечно, так что я, Извините, ради Бога, Что я сейчас скреплю, Но тем не менее. Грегия. Кстати, Делается в этой песне Громственная история. Я очень был дружен Замечательным лейнградским Автором, Евгением Крячевым, Который считался Самым талантливым Композитором Евгением Крячевым. И вот цикл Гениальность и Бродского, Своего гениального Музыка, Своего нашествия, Это целая, значит, Эпоха Русской поющей поэзии. Когда давным-давно Мы с ним были В Новгороде Великом, Мы были оба молодых, Тут у меня есть, кстати, Фильм, Очень советую, Если кто-то Может его закупить, Потому что это В одном флаконе Вся моя жизнь. Это, значит, 34 полушествовых серии, Охватывающие Автобиографические, Охватывающие, Всю мою жизнь От начала Ленинграда До военного 33-го года До позапрошлого года. Значит, И этот фильм, Он стоит достаточно дорого, 3000 рублей, Но, Если разложить это На 34 полушествовых серий, На 9 дисков, Которые там есть, И на то количество Песерных стихов Около 300, Это все в одном флаконе. Уже имея этот фильм, Можете ничего Больше не покупать. Но не в этом только дело. Это уникальная хроника, Уникальные кадры, И вот там есть Глава, Серия, Поющая 60-е, Где очень много посвящена Тем авторам, Которым уж ты и жил. Не прежде всего Моему другу Евгению Исафовичу Клячкину, Который погиб в Израиле, Прикупании, Вот еще молодым. И вот много лет назад, Еще в Новгороде, Я показал ему свои новые стихи. Он восхитительно стал. Я тебя прошу, Подари мне эти стихи. Потому что, опять же, Какую-то ерунду напишешь, Ты же музыку не можешь писать, А я музыку не пишу. И написал. И получилась песня, Его музыка, Мои стихи, Которая, Как сейчас, Обрела свой курсный смысл После его ухода И которая называется «Легия». Сентябрь сколачивает сталь, И первый лист Звенит у ног. Извечно истина простая, Свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе голодной, Не замечаем мы того, Что наши солнценность молодой, Боимся более всего. Их растерянные лица, Куда он жизнь и детская, В роман спасительным ложится, Власть государства и семьи. В углу за снятой иконой, Вся в пути эта пустота, Свободен, значит, не закона, Как дни силой и гостей. Входная дверь гримит, Как выстрел, Пойдем в пустящий дом. Доржи, да, вместе, Словно листья, А падать вниз По одному. Доржи, да, вместе, Словно листья, А падать вниз По одному. Спасибо. Ну что ж, едем дальше. Дело в том, что, Дело в том, что, я споюдну старую песню, как я попытаюсь чередовать, Тем более, что наверняка есть заявка. Одна из моих старых писем, которая стала безымянной, народной, и я люблю рассказать историю с ней, связанную в Израиле, кстати, хотя писем написано «Далеко от Израиля», и гораздо раньше Метаа попал, как старый полярный летчик, бывший уехавший в Израиль, значит, подошел ко мне, вытирая глаза, у него пиджак с орденовскими колодками, ветеран войны. Я думаю, далекий 91-й год, и там было еще одно смешное событие, это у меня в фильме есть, когда, значит, вел вечер Игорь Губерман, вам известный, замечательный поэт фулиганский, мой близкий друг многолетний, о нем целая глава у меня есть в книжке. Так вот, он меня представил странным образом, говорит, что, ну, городецкие, стихи, это в 91-м году, стихи, песни, это вы все знаете, я вам скажу то, чего вы не знаете. Вот запомните, это первый еврей в мире, пока единственный, погружавшийся в океане, наглянул больше 4-х километров. А я приехал в гости к сыну, у меня сын же от Израиля, с 87-го года, там у меня внучки, кстати, шейсера правнуков, я уже путаюсь в имена. И именно Губерман написал на меня очень обнадеживающую пародию недавно, когда моя третья внучка вышла замуж, он написал такую пародию, «Еще мы не в полной отключке, и нам опасения лестные, что как бы на свадьбе у ночи не трахнуть подругу невесты». И там, потому что крестная надежда еще есть. Так вот, лётчик, когда сначала сказал, знаете, я старый полярный лётчик, он работал в Арктике всю жизнь, вашу песню, я тоже очень люблю петь, там воевал, вот поделите мне полчаса после концерта, хоть про Арктик поговорить, и похлопал себя по кармане, с которой торчала бутылка столичной водки. И говорю, не с кем здесь даже поговорить про Арктику, она здесь нужна, не с кем душу отвезти. Впрочем, говорит, так выхнул, что замечает, я все сказал, «И кому нужна в Израиле полярная авиация?» Пятьдесят девятый год. Туруханский. Кожаные гуси, брошенные в угол, Тряпкая, седовешенная, низкая отмена, Бродят за ангарами, северная пьюга, В маленькой гостинице толстом и темно. Бродят за ангарами, северная пьюга, В маленькой гостинице толстом и темно. Командир со штурмана, Ботин припомнит старый, Голову рукою подопрет второй пенок, Подтянувшись трубы, Старикой гитарой, Следом бортмеханика, Тихо подпоем. Ботин припомнит старый, Старикой гитарой, Следом бортмеханика, Тихо подпоем. Эту песню грустно, Позабыть о рано, Наглухомоторы и сердца зачетлены, Снова терет с берега, Снегом и туманом, Снова ночь нередная, Даже на луны. Снова терет с берега, Снегом и туманом, Снова ночь нередная, Даже на луны. Лысые романтики, Воздушные бродяги, Наша жизнь мальчишеские, Вечная года. Прочь-то, скугоните вы, Выпитые фляги, Ты, метеослужба, Счастье погодай. Прочь-то, скугоните вы, Выпитые фляги, Ты, метеослужба, Счастье погодай. Солнце незакатное, И темное консвестство, И штурвал подслужность, Оскававшихся руках. Ждите нас, невстреченные, Школьницы невесты, В маленьких асфальтовых Южных городках. Ждите нас, невстреченные, Школьницы невесты, В утренних асфальтовых Южных городках. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот возвращаемся к... Что? Пародия сразу. Сейчас, пою пародию. Но дело в том, что, Возвращаясь, кстати, Просказ Габарована, Значит, на следующее утро, После того, как Габарован это сказал, Русскоязычные газеты в Иерусалиме Вычет с моим портретом И подписью «Наш Гагарин». АПЛОДИСМЕНТЫ Я страшно обозлился. А я приеду в гости к сыну, Частный человек. Я страшно обозлился. Позвонил к Габаровану И под сопотреблением любезного Его сердца русской неформальной лексики Сказал все, что я о нем думаю. Он сказал, «Серег, что ты заелся? Ты проверь». А меня заело. А я приехал обратно в Москву И стал проверять. Самое смешное, Что всего там человек 12-15 Погружались на большие глубины Подобных аппаратах. А у нас в институте Этот аппарат появился в России Первый и, по-моему, последний. Вот. Да. Сейчас на Сербе-Козе-Щеновке Аппараты Или там Камерон обследуют Титаники. Да. Ну, там был один человек С нехорошей фамилией Фишер. Но он оказался немцем. И я уже ходил в финал, Когда вдруг вспомнил, Что второй пилот, Там все три пилота, А третий там был. Научный наблюдатель. Саша Потражанский, Должен Сан Мусеевич, как я. Ну, я пошел в кадре, Дрожащий Мергаем Развернул объективку. Не прокорит, мама русская. Все нормально. Так и остался, значит. Да, на то время. Но, значит, ну, Так ли иначе, Так ли иначе, значит, Проблемы с этой песней были и дальше. Вот пародия. Вроде он написал. Дело в том, что вообще, Вот, кроме фильма, Здесь книги воспоминаний, Я сейчас говорил, что двухтомников тут есть. Только что уже, после фильма. Первый том называется, Там не написано первое, второе, Практически это Две разные книги, Но это одно продолжение и другое. Первые «Атланты держат небо» Записки старого островитянина. Я островитянин, Потому что я родился на Васильевском острове, И всю жизнь по всяким островам шастла. А вторая, Моя кругоцветная жизнь, Это плавание, Это Грозенштерн, Называется «Деркулесовый столб». Ну вот, и По поводу этой книги, По поводу предыдущей книги «Исследования в океане», Которая, примерно, Вариант этой, Но немножко другая. Вот. Которая тоже тут есть. Было много отзывов, И меня обвиняли, Особенно старые люди, Советского покроя, В том, что В этой книге, Что вот такая яркая биография, Северная прорезь, Антарктида, Дружим с Висотским, Или с Визбором, Туда-сюда, Мы повыражали на океанские, Наверное, Раз в 16 погружался. Да. Ну, Но, что, Детскать, Я использовал всю книгу, Тем, что вся книга Пропитана неприличными Специальными подробностями, Семьи деталями. Там, я не знаю, 15-я страница, 8-я строка сверху Дали по всей книге. Значит, Письмо из Закетербурга, Я вот рассказывал, Женщина пишет, Уважаемый Александр Мисеевич, Читала книгу воспоминаний, Читается как детектив, Такая удивительная биография, Со стрельбой, Попытками вашего убийства, Еще чего-то, Буржина на дно океана. Да, Но, значит, Крика меня расстроила. Мой муж казался алкоголиком, Я был вынужден уйти, Заберя от двумя детей. Вся же ваша книга, Сплошной перегирик пьянству. 14-я страница, 9-я страница, Дали по всей книге. Я еще разжен в том. Моя жена в те поры, Значит, Когда я еще писал первый ряд книги, Перелистала рукопись, Перед тем, Как поел свое издательство, Брезгливого отодлил, И сказал, Настоящего мужчины, Было бы что вспомнить жизнь, Я такой пьянкой бабы, Больше ничего. Я вообще расстроен. Но, Тот же самый Голдерлан, Вернул мне хорошее настроение. Мы как-то несколько лет назад Егали с ним вдвоем в кухе Из Питера в Москву, Из Москвы из Питера, Я не помню, Потому что перед Джимом Диви Закуски, Бурбовка в коробке. Вот. И под утро он мне сказал, Старик, Ты свои песенки пишешь, Вот и пиши, А за просто не берись, У тебя она не получается. Я даже предрозвел это обиды, И говорю, Что почему, Игорь? Пытался прочитать книгу Твоих воспоминаний. Какая-то наука, Погружение в одно океан, Антарктида, Происки Атлантиды, Черт знает что, понимаешь? Ни секса нет, Ни пьянки. Скулы ломят от тоски. Вот так. Книга есть здесь, Также можно найти то, Что ему там поближе. Хотя, честно говоря, Откровенные всякие моменты Усексуального характера Я избегал всю жизнь В описании. И, так сказать, Не уверен, Что из этого что-то получилось. Вот. Но, Но так или иначе, На меня было написано Вот такая пародия, Которую просили спеть Несколько лет тому назад. Автор пародии уже В лучшем из миров. И эта пародия Отражает мое нынешнее Жалкое старшеское состояние Как предупреждение Всем и пока незнакомым женщинам. Кожаные брюки, Брошаная луна, Ничего не видно На этой темноте. Погоди немного, Юная подруга, Руки ведь трясутся, И глаза не те. Командир со штурмана, Ведь предупреждали. И хирург нашел труд, Мне пускать от крови. Нынче это самое Получится едва ли. Выпитую флягу Не наполнить вновь. Кожаные брюки, Вновь на старом месте, И в стакане челюсть, Я в царь края. Ты чего признала, Школьница, невеста, Отойди, А девушки, Невая моя. Или как писал, Все тот же Габерпан, Имея в виду себя и меня. К любовной жизни аплодев, Я погасил свою жару, Еще смотрю на нежных дел, А ничего уже не помню. Ладно, ну уйдем с этой грустной проблемой, Куда-нибудь другое место, По такому полу, Я посмотрю еще до леса. На материк. Еще одна серия фильма. Вот тут есть в этом фильме Серия на материк, Посвященная этой песне. Это очень трагическая серия. Фактически там хроника Сталинского Гулага С эвикарными кадрами. И две песни, На которых идут эти кадры. Песня «Перелет на Англию», Память 100 тысяч людей, Погибших в Гулаге на Крайнем Севере. И вот эта песня, Имеющая очень долгую историю, Я не буду ее рассказывать, Из-за которой они несколько раз Пытались убить, Потому что обвиняли на том, Что я себе присылал народную песню, Потому что были свидетели, Которые своими ушами слышали Сальтовые воды в лагерях под Норильском, Потому что мне в 84-м году, Это в книге все здесь, Показали могилу автора этой песни, На Кольском полуострове, Около поселка Полярный, Вывшей зоне, И так далее, И тому подобное. Написано в 60-м году. От злой тоски, От злой тоски, Не материзм, Не материзм, Сегодня ты испитан, Я на материк, На материк, На материк, Идет последний караван. На материк, На материк, Идет последний караван. Опятьlines, ОпятьLink, Опять Mutra, Опять immensely, Уйти, бегать, сойти с ума, Теперь уж поздно для меня. Здесь невеселые дела, Где дышат голодные на плечо. Агваника, когда я легла, Селёной тушью на плечо. Агваника, когда я легла, Селёной тушью на плечо. Агваника, когда я легла, Селёной тушью на плечо. Где Богом Богу, где мне земля, А камням ряжет мне на кровь. Агваника, когда я легла, Селёной тушью на плечо. В этой книге и в фильме... Спасибо. Мы вас любим. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Прилюбиться дальше. Как у меня... Там есть серия одна, посвященная по грамматической истории в Новой Зеландии, Халаджуди называется, про которую сейчас театр Буха собирается в Венграде ставить музыкальный спектакль, называется «Любовь на фоне Левина» или «Халаджуди». Я о том, может, расскажу, если это сейчас не буду, но тем не менее. Вообще, в книге... В книге, в книге, в книге. Там есть несколько эпизодов из Крайнего Севера. Черт, ну, это как-нибудь меня пронесло. Ведь я же... Смотрите, я блокадник, да? Есть такой стишок. Ветер злей и небо ниже на границе двух эпох. Всей доблесть в том, что выжил, что от голода не сдох, Что не лег с другими рядом, что беля промерзший тел, Что осколок от снаряда мимо уха просвистел. Мой военный опыт жалок, в зиму сумрачная тупь, Негатив, я зажигалок, не стоял я на посту. Все, нравится, нередко черно-белое кино. Я смотрю, я семилетка, в затемненное окно, Вое снаряды ближе, ближе, Да и берешь далеко, Вся я доблюсь там, что выжил. Выжить было нередко. АПЛОДИСМЕНТЫ И пополниться на открытых книг На отряде в Севере. Тоже есть стишок книжки. Есть книжка Макит Забранных Секов. Идет до дома. Там есть такое стихотворение. Чем моложе, тем менее смерти боишься. Потому что силен. Потому что здоров. И из дома опять убежать, Нарывившись под зеленый, С боющими птицами кров. И опасность манит Непривычным азартом, Сочетанием, Испытанием нервов. А вось не помру. Я сижу и считаю таблетки на завтра. С бескелесной партнершей, Кончая игру. Для чего? Был азарт этот в юности нужен, Когда в рязке бездонной Тонула нога. Для чего я дразнил Разъеренного мужа, Вынимавшего пьяной рукой нога. Для чего под волной, Что ломала на стройке, Закопряла какую-то шлюпку дурак. Я сижу за столом, Пожилой и нестойкий. И поступок своих не пойму никак. Сколько лет еще будет, И сколько-то длится На данном бездалеком и зыбком пути. И смеются на снимках Веселые лица Тех друзей, Что не должны до тридцати. И такие случаи были. И, к сожалению, В книге, в фильме описано Два случая, Три случая. Два раза, когда меня пытались убить, Все насилили, все. И один раз, когда я пытался убить, И я не буду рассказывать Печальный последний историй, Я был вынужден не себя защищать, А женщину от группового насилования, И у меня был карабин с тремя патронами, Я думаю, в тайге, И если бы я этого не сделал, Я бы должен был повесить. А потом, все-таки стишки, Испугавшись. Клены горбятся понуром, Ветки бьются о стекло, Что минуло, то минуло, Пуста кранилось, прошло. Я на север нелюдимый улетал, Покуда мог, На дрейфующей льдиной зябки Теплил огонек. Страх под пьяным стоя дулом Не выказывал врагу, Стал от тяжести сутулом, Спал на шкурах и снегу Кисти красной рябины, Спирта синего напал, Я палил из карабина, Слава Богу, не попал. Я дарею горд безмерно В качку лет с полуногой, При портовую таверну Дверь распакивал на бой, В океанские глубины Погружался и всплывал, А тогда из карабина, Слава Богу, не попал. Я искал лихие рифмы И рябил неверных жен, Я коралловые рифы Расковыривал ножом, Звезд под водной рубиной, Добывая, вспоминал, Что паля из карабина, Слава Богу, не попал. Облаков седая грива И промокшее пальто, Я судьбе своей счастлив В благодарении за то, Что под рукой оскал любимых, Что не слишком верно и мало, Что паля из карабина, Слава Богу, не попал. АПЛОДИСМЕНТЫ позитивно а мне всегда какие-то минорные песни и никто не заявляет жены французского тени тундры в 72-й год музыка не моя музыка актера ленинградского татарина скопсалон моего друга безыревно ушедшей жизни юрия хокликова острова и гащи макарные травы тундры где под спутном уходит лето быстрее секунды где волны как камерные тунры где с ней привычно не легко летит в теле блока плывущего на тундры те птицы пролетающие на тундры те оленя что бежит по тундре перегоняют ключевых пути если как-то расслабшись утром забыв на час о зеркале и пудре эмма просила рассказать о тундре и лист бога гибель я нашел зеленый лакарь зовущего на тундры те птицы пролетающие на тундры те оленя что бежит по тундре изобразил бы я потом покончил с этим трудом делом оставив место для ромашек белым весь прочим и закрасил бы я следом зеленая краска радостный для глаз на бортский выбрав кисточку потоньше и астерую ждал краску взяв на кончик я синий рыб раскрасил головочек и этим закончится рассказ я повторять готовлю очень трудно чтоб не устроен праздничный мудро да не устроен праздничный мудро а какой лить как детей теле облака клывущего на тундры те птицы пролетающие на тундры те оленя что бежит по тундре а рядом с вами собственную тень тем облака клывущего на тундры те птицы пролетающие на тундры те оленя что бежит по тундре рядом с небесом а 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 rana название книги о физике, но Декарт, великий французский и Рене Декарт, великий французский физик и математик и философ, основатель учения картизианства, просто обозначил мир, в котором мы живем, трехмерное пространство с тремя координатами, х, у и з. Вот и все, песенка не про это. Давайте отложим вчерашние планы до Лауна Марка, дожди безорожные и рыжие планы в системе Декарта, и в небе над вором срываются звезды с привычного круга, в осеннюю пору, любите, что поздно отстыкает воду, и в небе над вором срываются звезды с привычного круга, в осеннюю пору, любите, что поздно отстыкает воду, забудем про бремя, мальчишеской прыти, в леса этих кадров, кончается время веселых открытий и новых романов, а любишь, молода, поразмысливши мудро, что крыть уже нечем, и даже когда начинается утро, но все-таки лечит. Храните от боли усталые нервы, не слушайте бредные, об этой любовь, что кажется первой, а стала последней. Сырой тревожной для лес и поля порой облетание, менять невозможно по собственной воле средой летания. Но жизнь и такая милая желанна, замечая робко, пока привлекают пустая поляна и полная сновка, пока мы под сердцем любовь подносимся с ней на карту, и тихая стерца перепят осень в системе на карту. «Инергия» Вот если можно себе струночку, никогда я, чёрт я никогда не пел, всё. Такая стерилизация под русской народной песней. Слова, там, печатные. Чёрт. Одинокий, нынче я, Сервы верные друзья, О, талии мои печали, Семистраночка моя, О, талии мои печали, Семистраночка моя. Но как первую струну Я, Григорька, потяну, Тяжело, я сразу вспомню Перед матушкой вину, Тяжело, я сразу вспомню Перед матушкой вину, А вторую, да струна Я пока что не слышна Только помню, А как вторую, а как вторую струну Я сильнее потяну тяжело Детство труднее, припомню, Что обратно не верну О, детство труднее, припомню, Что обратно не верну А как третья струна Нет, забыл Их семь Семь Давайте еще другую Подпоем новую песню Тоже грустно Из последнего диска Это Меж чужой хвои, да? Да, да Тоже струна Тоже струна Тоже струна А вот так Чтобы жизнь свою Видеть в коты дома Во чужом крови Не сливай гнезда Не с чужой хвои Под чужой листой Там, где все свои Будешь ты не свой Не с чужой хвои Под чужой листой Там, где все свои Будешь ты не свободен Чечек же угадал Оторви, дотканься Будешь ты всегда Здесь незваный гость Незнакомый гость Гость непрошенный Снова листом гость Свет изгрошенный Незнакомый гость Гость непрошенный Снова листом гость Свет изгрошенный Ищу жир костей Обернусь назад Где бы хочу петель Теребит глаза Там, где сло дно Сохнет деревца На тебя Не надеется Там, где сло дно Сохнет деревца На тебя Не надеется Там, где сло дно Там летит Матьков Полуночный Свет В там дно Где корнице Нет В там дно Ночь Плачет Там, где сло дно Там, где сло дно Там, где сло дно Не спознав Мне хватит В дом чужой Не спорь Там, где все Звони Будешь ты Не слой Новояковская площадь в Москве Живёт моя далёкая подруга В лёгке, внестолся в этой юге Звезда горит в вечернем сине В судьбе моей извилистой кухни А вон у этого порога Но сколько неупраженный я Бог Нам нашей жизни нет Соединить Насколько неупраженный я Бог Нам нашей жизни нет Соединить На Новояковской площади в Москве Стремительно всё близко к полёту Спешит она отправит на работу Насколько неупраженный я Бог На Новояковской площади в Москве Смотреться в мире Смотреться в мире мутриный дом В другие по вечерам в речи кухни Смотреться в мире мутриный дом Но в час, когда подводный аппарат Качаются у бездны на ладони И опечать меня возьмет ногу И из пучины выведет назад Но в час, когда в затылок мне дышат Беда ложится тяжестью на плечи Меря от одиночества из речи Берём непостоянную душа Меря от одиночества из речи Берём непостоянную душа На Новояковской площади в Москве За тёмную, опущенную шторм На столбином из её двори потом Сияет у меня, как путеводный свет Пусть седина смеется на весне Забудя про безрадостные выру Пока ещё про нас не позабы На Новояковской площади оставить Пока ещё про нас не позабы На Новояковской площади оставить На Новояковской площади На Новояковской площади в 1962 году Под эгаркой ранней осенью Брусника называется ПЕСНЯ 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 В АМЕР ПЕСНЯ 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 В каком то нескольким ПЕСНЯ 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 А все мне сон один и тот же снится Широкой экраной и цветной И в жару и в стол, и в морсье Все сжигает от меня доклад В нем постель распахнула Настюш, и жена разуснула Зла Спасибо